Приветствую, друзья! Наш очередной обзор по коронавирусу 20 июля 2020 года. Полгода мы живем, весь мир живет с коронавирусом. Краткие итоги, что мы узнали за эти полгода и что не узнали. Главное, чего узнали, узнали, насколько хрупок мир и как природа с легкостью может нарушить наши с вами планы. Мы узнали, сколько на Земле не очень умных и самонадеянных людей, которые даже сейчас, когда количество заболевших превышает 14,5 миллионов человек, а погибших более 600 тысяч человек, продолжают не верить в то, что есть на Земле такая штука, как коронавирус. Тем не менее, ученые во всем мире, врачи во всем мире смогли организоваться, наладить обмен информацией. Многое успели, многое сделали. Расшифровали геном вируса. Доказали его естественное происхождение. Установили пути заражения. Длительность инкубационного периода. Смогли во всем мире наладить в огромном количестве кучу вариантов диагностических тестов. Выявили факторы риска. Доказали эффективность всего одного препарата. Противовирусную эффективность всего одного препарата. И доказали эффективность препарата дексаметазон у тяжелых пациентов. Обнаружили, что коронавирусная инфекция резко повышает риск образования тромбов. И значит, эффективность высокая препаратов, понижающих свертность крови. Так называемых препаратов, разжижающих кровь. Доказали, что размещение пациентов на животе может предотвратить необходимость в искусственной вентиляции легких. Установили, что помимо дыхательной системы и легких, коронавирус поражает многие другие органы. Включая сердце, печень, почки и головной мозг. Пересмотрели отношение к искусственной вентиляции легких. Рассматривали, как чуть ли не панацею, а теперь боимся, как огня. Но понимаем, что в некоторых ситуациях без нее никак не обойтись. Выяснили, что более широкое активное тестирование, которое еще и может быстро дать результаты, очень серьезно помогает выявлять пациентов, снижать нагрузку на больницы. Выяснили, что профилактика имеет решающее значение, но, увы, профилактических мер не так много. Все, что установили, это держаться друг от друга подальше, соблюдать правила личной гигиены, носить маски, проветривать помещение. Ну и по итогам этого полугодия некоторые даже стали ценить и уважать медицинских работников. Тем не менее, многое остается неизвестным. Нет точных данных по устойчивости и покружающей среде и изменчивости самого вируса. Нет лекарств для профилактики, нет универсального эффективного протокола лечения. Тот единственный противовирусный препарат, о котором я уже сказал, под названием Remdesivir, его мало, он очень дорогой. И когда у нас появится его много для всех, совершенно непонятно. Огромные также непонятности с длительностью и выраженностью иммунитета, с возможностью повторного инфицирования, с ролью бессимптомных носителей детей и домашних животных в инфекционном процессе. Нет определенности со сроками выздоровления, с отдаленными последствиями, с коллективным иммунитетом, с перспективами вакцинации. Но все это как бы глобальные, стратегические, так сказать, непонятности. А есть и то, что непонятно нам тактически, что имеет отношение к каждому из нас. Нам непонятно, пойдут ли дети в школу, сократят ли ваше рабочее место, полетят ли самолеты, когда и где мы отпразднуем день рождения, что еще нового придумают наши местные политики. Но жизнь продолжается, поэтому наш очередной обзор. Итак, повторюсь, сегодня 20 июля 2020 года. На утро сегодняшнего дня в мире более 14,5 миллионов заболевших коронавирусом. При этом три страны преодолели отметку в 1 миллион, но если точнее, то США, это безусловный лидер, 3,7 миллиона, Бразилия 2,1 миллиона, Индия 1 миллион 100 тысяч заболевших. 19 стран, более 100 тысяч. И особо на что хотелось бы обратить внимание, мы как-то привыкли к цифрам. Франция, Испания, Италия, Великобритания. Но сейчас очень серьезная ситуация в Южной Америке. Кроме Бразилии, о которой я уже сказал, Перу, Чили, Колумбия, Аргентина, это все страны, где более 100 тысяч заболевших. Число смертей, связанных с коронавирусом, превысило 600 тысяч человек. Обратите внимание, смертность в среднем, в день, составляет в июле 4800 человек. Еще раз повторюсь, в июле каждый день от коронавируса в мире погибает 4800 человек. По сравнению с июнем, умирало в июне 4600 человек. То есть нарастание. Очень интересные данные опубликованы агентством Reuters 17 июля. Выявлено, что именно в этот день 1 миллион новых случаев заболевания выявлен за 100 часов. Помните, для первого миллиона понадобилось несколько месяцев. За то время, что мы с вами не встречались, заболел коронавирусной инфекцией президент Бразилии, Джейер Балсонара. Тот самый Джейер Балсонара, который был таким пофигистом в отношении коронавируса, но теперь вот он узнал, что это такое. Власти в западной провинции Китая, Синьцзянь, объявили чрезвычайную ситуацию. Но там чрезвычайная ситуация объявляется тогда, когда имеет место 17 подтвержденных случаев и 23 бессимптомных инфекции. А вообще всего под наблюдением у них примерно 270 человек. Вокруг меня, например, в моей стране 800 тысяч человек в день примерно заболевает. Пока никаких суперчрезвычайных ситуаций нет. Ну, наверное, просто потому, что на это нет сил и средств. Администрация Трампа сообщила о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. То есть они перевели это в практическую плоскость от угроз. Вообще по статусу ВОЗ для того, чтобы выйти, надо подать официальное заявление, и тогда через год можешь уйти. Вот, собственно, 6 июля подали официальное сообщение ВОЗ. И, значит, ожидается, что 6 июля 2021 года Соединенные Штаты Америки прекратят свое членство. Вот ВОЗ это они объясняют тем, что ВОЗ стала марионеткой Китая и неправильно себя вело. Тем не менее, 12 июля все средства массовой информации мира написали об уникальном событии. Президент США Дональд Трамп надел маску во время посещения медицинского центра. Ранее за ним такое не замечалось. По данным базы Нью-Йорк Таймс, 43% случаев смерти от коронавируса в США связаны с домами престарелых и учреждениями длительного ухода. Интересный факт. Национальное бюро экономических исследований США проанализировало протесты в 315 крупнейших городах. И они не нашли никаких доказательств того, что протесты привели к росту случаев коронавируса в течение трех недель после событий. Обращаю внимание, это не Комаровский утверждает, что протесты не влияют на распространение коронавируса. Это официальная позиция Национального бюро экономических исследований США. А то скажут, что Комаровский призывает всех срочно протестовать и что это на коронавирус никак не влияет. Далее. Ожидалось, что решение Швеции оказаться от блокировки, избавить страну от финансовых нарушений или разрушений, но на сегодня констатирую, что это не сработало. То есть настолько интегрирована экономика страны, настолько она связана с другими странами, что серьезного экономического эффекта нет. Обращается также внимание на то, что экономика Швеции сократилась на 4,5%, а Дании на 4,1%, Норвегии на 3,9%. Но и тем не менее кредитные данные одного из крупнейших банков Скандинавии показывают, что шведы сократили расходы на 25% с марта по апрель. То есть это примерно столько же, сколько там датчане за тот же период. Удивительная проблема в Нью-Йорке. В Нью-Йорк сейчас приезжают много медсестер из других регионов страны, из других стран, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Так вот, по возвращении домой эти медсестры сталкиваются с проблемой. Им не верят, что они ездили в Нью-Йорк лечить коронавирус. В общем, убежденность в том, что коронавирус сплошной обман, по крайней мере, очень сильно присутствует. Но, тем не менее, вот в Египте один из журналистов был заключен в тюрьму в прошлом месяце по обвинению в распространении ложных новостей о коронавирусе. И он умер от коронавируса, что, опять-таки, во всей стране усиливает опасения, что пандемия очень серьезно распространяется в переполненных тюрьмах страны, а объективных данных об этом нет. С пятницы, вот прошедшей, маски обязательны во всех магазинах Англии. Штраф в 100 фунтов стерлингов для тех, кто нарушает закон. При этом установлено, что в офисах наличие масок не обязательно. Об этом сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. То есть, суть, что если вы со своим сослуживцем длительно находитесь в одной комнате, то маски вас не спасут. То есть, тут они, это просто не имеет никакого смысла. Интересная новость из Франции. Они посчитали вознаграждение, которое страна выплатила медицинским работникам. Это не только спасибо, не только аплодисменты, не только день медицинского работника, как в некоторых странах. У них это обошлось в 8 миллиардов евро. Это та сумма, которая выделена медработникам в виде повышения зарплаты. Королева Елизавета II посвятила в рыцаре Тома Мура. Эта церемония прошла в саду в Виндзорском замке и стала первым публичным мероприятием с участием королевы после введения карантина. Столетний ветеран капитан Томас Мур стал сэром. Он в начале карантина занялся благотворительностью в своем весьма пожилом возрасте, 100 лет человек. Он сделал 100 кругов вокруг своего сада в обмен на пожертвования национальной системе здравоохранения. И Муру удалось собрать, вдумайтесь, 33 миллиона фунтов стерлинга. Google заявил, что запретит веб-сайтам и приложениям, которые используют его рекламные технологии, показывать рекламу, которая противоречит научному консенсусу во время пандемии коронавируса. То есть Google уже запрещает рекламу с контентом, который рекламирует чудодейственные лекарства или пропагандирует движение против вакцинации. Теперь они еще добавят блокирование теории заговора. Согласно прогнозному исследованию, которое опубликовано в понедельник, прошлый понедельник, смертность от ВИЧ, туберкулеза и малярии может возрасти в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом, что ожидается, что в течение следующих 5 лет смертность от этих трех болезней может возрасти на 10, 20 и 36%. Еще раз смотрите. ВИЧ, туберкулез, малярия. 10, 20, 36%. Соответственно, таким образом, воздействие на смертность будет соответствовать, в принципе, шкале аналогичной непосредственному воздействию самой пандемии коронавируса. Во время коронавируса, вот в последнее время, в Индии значительно выросло число детских браков. Среди причин безработица и закрытие школ и опасение многих, что девочки, оставшись без присмотра, которые не ходят в школу, мало ли что с ними может случиться, поэтому лучше пораньше выдать замуж. В принципе, детские браки в Индии официально запрещены, но у родителей не всегда есть деньги, чтобы содержать детей, поэтому они договариваются о свадьбах. В общем, очень серьезный рост этого явления. В Туркмении официально COVID-19 нет. Но теперь там резко ввели ограничения и заставляют носить маски из-за пыли. Всемирная организация здравоохранения смогла таки попасть в страну и смогли туда попасть только спустя полгода после появления коронавируса и подтвердила, что данных о зараженных в стране нет. Однако местные СМИ говорят об обратном. И после визита Всемирной организации здравоохранения в Туркмении резко ввели ограничительные меры. Теперь требуют носить маски из-за пыли со стороны моря. Закрывают рынки и рестораны для профилактики. Ну и без объяснения причин просто прекратили движение поездов и автобусов по стране. Интересная информация от японского парка аттракционов. Этот парк не закрыт. Он работает, как и многие другие парки в стране. Но администрация парка попросила посетителей не орать во время катания на американских горках. Мы с вами уже обсуждали тот факт, что громкая речь, крики способствуют обмену инфекциями. Поэтому действительно, сели кататься, можете не орать. Более того, следят за тем, кто орет и поощряют тех, кто молчит. Вот самые смелые, им скидки, бонусы и так далее. Интересная новость из Испании. Там местная полиция города Памплона выявила и осудила организатора дружеского футбольного матча. В общем, человек планировал организацию матча. Одна команда – это люди с положительным тестом на коронавирус. И они собрались играть против тех, кто не инфицирован. В общем, матч не состоялся. Организатора осудили уже даже. Последнее время весь мир смотрит за саббитом ЕС по согласованию огромного пакета мер по экономическому спасению от коронавируса. Огромный, не огромный. Но судите сами, выделено на борьбу с коронавирусом 1,85 триллиона евро. Это примерно 2,1 триллиона долларов. И, в общем-то, пока на сегодня договориться не удалось. И вообще непонятно, удастся или нет. Лично на меня из глобальных событий последнего времени огромное впечатление произвело выступление Антонио Гутерриша, генерального секретаря ООН. Он выступал по интернету, читал лекцию для фонда Нельсона Манделлы. И, в общем-то, сказал глобальные вещи, очень важные, которые, наверное, каждому из нас надо понимать, анализировать. Потому что иногда, когда смотришь новости о том, что тут рядом со мной делается, чем заняты депутаты, какие проблемы волнуют каждого из нас, это вообще такое впечатление, что мы ковыряемся в какашках и не можем оторвать голову и посмотреть по сторонам. Гутерриш говорил о том, что около 70% людей в мире живут в состоянии растущего неравенства. О том, что 26 богатейших людей мира обладают совокупным состоянием, которое эквивалентно доходам половины населения Земли. 26 человек и 4 миллиарда человек. И что пандемия коронавируса усугубила проблемы экономического и социального дисбаланса на планете. Цитирую, что COVID-19, словно рентгеновский луч, показал переломы в хрупком скелете общества, развенчал ложь, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех. Заблуждение, что мы живем в мире без расизма. И миф о том, что все мы находимся в одной лодке, поскольку кто-то плывет на суперяхте, а кто-то довольствуется обломками. Гутерриш говорил о том, что микроскопический вирус фактически поставил нас на колени. Пандемия ясно продемонстрировала хрупкость мира. Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий. Здесь неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран, пробелы в социальной защите, структурное неравенство, ухудшение экологии, климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы. В период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов. В развитых странах более 50% людей в возрасте от 20 лет имели высшее образование, а в странах с низким уровнем развития только 3%. Вот факт, который он приводил, он действительно потрясает. 17% детей, родившихся 20 лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли. Обратите внимание, в развивающихся странах 17% родившихся детей не доживают до возраста 20 лет. Гутерриш отметил, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-генетические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение являются врожденным правом каждого человека. Собственно говоря, ООН обратилась за помощью к бедным государствам, к государствам богатым. Им просили 10,3 миллиарда долларов. Я просто вспоминаю о тех 5 или 6 триллионов, которые США потратили на поддержание собственной экономики. Так вот, ООН обратилась за помощью к бедным государствам в размере 10,3 миллиарда долларов. Получила ООН 1,7 миллиарда. Поэтому совершенно очевидно, что богатые страны не смогли оказать поддержку, необходимую для помощи развивающемуся миру. И что пандемия привела к трагическому разрыву между личными интересами и общими интересами. И огромные пробелы в структурах управления и этических рамках. Собственно говоря, итоги. Настало время, чтобы мировые лидеры решили, поддадимся ли мы хаосу, расколу и неравенству. Или мы все-таки исправим ошибки прошлого и пойдем вместе на благо всех. Но судя по тому, как США собираются прощаться с Всемирной организацией здравоохранения. А лидеры Европейского Союза все никак не могут поделить деньги. И уже там три дня выясняют отношения. Все, что сказал Гутерриш, это глаз лопающего в пустыне, что не может порождать умеренный, мягко говоря, пессимизм. Теперь новости науки. Начнем с вакцинации. Но перед тем, как начать рассказывать про перспективы вакцинации от коронавируса, должен заметить, что чуть ли не главный итог последних месяцев, это то, что даже в странах, где был очень сильный подъем заболеваемости коронавирусом, например, вот в Испании, количество людей с антителами не превышает 5%. То есть наши надежды на коллективный иммунитет по большому счету не срабатывают. Огромное количество людей не заболевает или не вырабатывает иммунитет, но, тем не менее, могут переносить вирус. Поэтому, потеряв серьезные надежды на коллективный иммунитет, все больше и больше люди, ученые, мировое сообщество возлагает все-таки надежды на вакцинацию. И средства, которые тут вкладываются в это, просто огромные. Просто огромные. Ну, что на сегодня? Экспериментальная вакцина, которая разработана Пфайзером, стимулирует выработку антител у здоровых пациентов, что мне, например, приятно, что они начали не только писать о том, что да, есть антитела, но даже стали в своих отчетах говорить о том, что вакцина может вызывать лихорадку, боль в руках и другие негативные побочные эффекты. Это как-то уже более похоже на правду, поскольку до этого нам только говорили, вот, все классно, у всех иммунитет, а так, оказывается, кроме иммунитета, все-таки есть побочные эффекты. То есть, похоже, что все-таки есть перспективы на эффективную вакцину. Тем не менее, Пфайзер сообщил о том, что они уверены в том, что будут готовы запросить одобрение на реализацию вакцину к декабрю, и уже к декабрю смогут сделать несколько сотен миллионов доз. Правительство США выплатит фармацевтическому предприятию Novavax 1,6 миллиардов долларов за производство 100 миллионов доз вакцины против коронавируса к началу следующего года. Удивительно то, что год назад компания Novavax оказалась фактически на грани краха. А вот сейчас 1,6 миллиарда долларов на производство вакцины, несмотря на то, что она никогда не поступала на рынок. В Индии начато испытание на людях вакцины Covaxin. Это первая индийская вакцина, которая дошла уже до такого уровня исследований. Совершенно очевидно, что когда появится вакцина, работающая вакцина, ее однозначно на всех не хватит. И на сегодня идет очень серьезное выяснение отношений между экспертами, кого прививать в первую очередь. То есть необходимо некое ранжирование народу по группам риска. И здесь возникает огромное количество проблем, которые просто не получается на сегодня решить. Кто в первую очередь? Медработники, пожилые. Как быть с беременными? Как быть с полицейскими, со службами национальной безопасности? Как относиться к учителям или работникам транспорта, работникам магазина? Наиболее спорные вопросы о том, что делать с чернокожими и латиноамериканцами, которые болеют явно тяжело. Создается впечатление, что если их прививать в первую очередь, то возникнет очень много расовых проблем и конфликтов. В общем, эксперты до настоящего времени прийти к консенсусу не может. И понятно, что решить это однозначно невозможно. То есть самый радикальный способ все-таки создать много-много вакцин. Ну, медицинские компании к этому сейчас активно готовятся, производят и складывают миллиарды флакончиков и шприцев, которые понадобятся, когда вакцина станет доступной. Эксперты многие пытаются на шприцах как раз сэкономить. И есть много работ, которые пытаются доказать, что вакцинация интраназальными вакцинами, то есть те, которые будут не колоться, а пшикаться в нос, будет эффективнее, чем инъекция. На сегодня из примерно 155 вакцин, которые разрабатываются во всем мире, 4 достигли третьей фазы испытаний. По крайней мере, еще 3 вакцины готовы к третьему этапу. Эксперты сходятся во мнении, что не получится так, чтобы одна единственная вакцина, пусть самая даже лучшая, крутая, с доказанной эффективностью, удовлетворит потребности населения Земли. И поэтому, скорее всего, на рынок будут одновременно выводиться несколько вакцин разных, и это позволит относительно быстро осуществить производство миллиардов доз, которые нужны миру. В этом году почти 120 миллионов детей в 37 странах реально рискуют пропустить прививки от кори. Вот обратите внимание, например, ну понятно, что такой пример страна специфическая, но, например, в Демократической Республике Конго на июнь от коронавируса умерло 37 человек, в то же время в 2019 году от кори за несколько месяцев погибло более 6 тысяч человек в этой стране, главным образом дети. И, судя по всему, для развивающих стран вот эта отсроченная вакцинация, на которую не хватает времени или средств, или медицинских работников, она приведет к тому, что количество погибших детей будет несопоставимо с той угрозой, которую представляют в этих странах коронавирус. Теперь новости из мира лекарств. Уже месяц весь мир обсуждает тему дексаметазона, но обращаю внимание всех, прошу вас, ребят, меня услышать. Дексаметазон эффективен только у тяжелых больных. Доказано уже повторное исследование, новые работы, о том, что дексаметазон нужно назначать только тогда, когда человек кислородозависим. То есть, если вы можете дышать без кислорода, дексаметазон не просто не нужен, он противопоказан. Еще раз, итоги по дексаметазону на сегодня. Реальная польза у кислородозависимых, реальный вред у всех остальных. Пожалуйста, не используйте дексаметазон в порядке самолечения. Если какой-то доктор решил полечить вас на дому, у вас нет дома кислорода, но есть дексаметазон, вам что-то не то назначили, найдите себе, пожалуйста, другого доктора. Компания Гайлетт, которая является производителем и владельцем патента на ремдесивир, противовирусный препарат, сообщила о том, что он может снизить риск смерти у тяжелых пациентов на 62% по сравнению со стандартным лечением. Есть и много других, более скромных цифр, но, тем не менее, однозначно доказана эффективность ремдесивира. В то же время фирма-производитель ремдесивира сообщила о том, что курс лечения – это 6 флаконов на 5 дней, а один флакончик они будут продавать за 390 долларов США. Таким образом, на курс лечения надо минимум 2340 долларов, и это цена для компаний, для государственных клиник. Это для США, например. А вот если речь идет о частной страховой компании, то там уже стоимость флакончика будет 520 долларов за флакон или 3120 долларов за лечение. Ну, на этом фоне очень приятные сообщения из Индии, где две фирмы имеют разрешение уже на производство генериков ремдесивира, ципла ЛТД, фирма индийская, она за 54 доллара флакон будет продавать. Еще раз, оригинальный будет стоить 390 долларов. И вторая фирма Милан, она будет продавать за 64 доллара флакон. Так что все-таки есть шансы, что будет не очень дорогой ремдесивир. Еще одно очередное исследование по ядроксихлорохину. На этот раз есть исследование с двойным ослеплением. Многие понимают, что это такое. Но как бы классика доказательной медицины – это слепое исследование. Когда есть группа, которая получает нужное лекарство, есть группа пациентов, которая получает пустышку плацебо, но при этом они не знают, что они получают на самом деле. То есть это так называемое слепое исследование. А двойное слепое исследование – это когда, что дают пациенту, на самом деле не знают ни пациент, ни медработник, который дает это лекарство. Так вот, двойное слепое исследование на достаточно большом материале также не выявило никакой эффективности гидроксихлорохина у амбулаторных пациентов с легкой формой коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также ранее уже заявляла о том, что она прекращает испытания по гидроксихлорохину. И недавно они сказали о том, что прекращают испытания комбинированного препарата для лечения ВИЧ, лапиновир, ретановир у пациентов с COVID. После того, как прекратили испытания, потому что смертность снизить не удалось. То есть фактически еще раз можно подтвердить, что на сегодня единственный противовирусный препарат с доказанной эффективностью – ремдесивир. Но опять-таки с учетом его цены для большинства из нас, для большинства стран он остается, мягко говоря, недоступным. Много новостей по поводу детей. И самая главная новость – это, конечно, позиция, опубликованная на прошлом неделе, позиция Американской Академии Педиатрии. Вообще Американская Академия Педиатрии – достаточно консервативная, очень осторожная организация, но ее сообщение вызвало фактически сенсацию. То есть они настаивают на том, чтобы ученики как можно больше физически присутствовали в школе. То есть наличие учеников в классе – это хорошо. Да, есть определенные экономические рекомендации, но когда дети не ходят в школу, а учатся дистанционно, это приводит к огромному количеству проблем и педагогических, и экономических. Более того, они там считают, что качество обучения вообще не сопоставимо с тем, которое реально при реальном общении. Ну и опять-таки искусство общения и многие-многие другие факторы. Я неоднократно уже обо всем этом рассказывал, поэтому еще раз говорю, это чуть ли не главное. Дети должны ходить в школу. И есть определенные цифры, подтверждающие эту рекомендацию. Ну вот, например, исследование CDC, ну это очень серьезная, уважаемая организация, показало, что среди, вот теперь думайте цифры, 52 тысячи зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 с февраля по май. Итак, в США 52 тысячи зарегистрированных смертей с, еще раз говорю, февраля по май. Из этих 52 тысяч было 16 смертей среди людей в возрасте до 18 лет. Ну вот, это как бы сопоставление рисков для взрослых и для детей. Далее, о чем хочется сказать. Очень большое исследование провели в Германии. В нем участвовали 2000 школьников и учителей. Но главный вывод, что школы практически не играют большой роли в распространении вируса, как некоторые ранее опасались. Интересный факт. Решение, все сейчас Швеция, как очень интересный объект для сравнения. Так вот, решение Швеции о том, что школы должны быть открыты во время пандемии, привело к тому, что уровень заболеваемости среди школьников не увеличился по сравнению с соседней Финляндией. То есть, обратите внимание, уровень заболеваемости среди школьников не увеличился. А само участие детей в инфекционном процессе до настоящего времени полностью непонятно, но оно явно намного меньше, чем предполагалось или чего боялись. Это я лишний раз привожу аргументы к тому, что 1 сентября дети должны пойти в школу. Да, надо научиться проветривать классы. Да, надо, может быть, учиться в две смены, чтобы дети не сидели по 40 человек в одном классе. Надо всему и надо контролировать параметры температуры и влажности воздуха. Надо проводить на открытом воздухе все уроки, которые только можно. Но 1 сентября дети должны пойти в школу. Иначе погибнет, сойдет с ума или огромное количество взрослых. А детям, скорее всего, сплошная польза. Теперь еще новости науки. Самое главное, наверное, удивительное. В этом совсем недавно опубликованы результаты огромного, очень серьезного исследования по поводу роли вакцины БЦЖ. Помните, с самого начала, чуть ли не эпидемии, было предположение о том, что, скорее всего, БЦЖ оказывает определенное профилактическое действие. И страны, где массово люди привиты от БЦЖ, они более устойчивы. Именно страны популяционно к воздействию коронавируса. Потом это было поставлено под огромное сомнение. И вот совсем недавно опубликовано очень серьезное, очень доказательное, очень такое качественное исследование, где проанализированы все параметры, которые только можно проанализировать. И все-таки убедительно доказано, что да, БЦЖ, то есть страны, где активно используется вакцинация БЦЖ, такие имеют больший защитный уровень. То есть БЦЖ это хорошо. Теперь, по-прежнему открыт вопрос по поводу повторного заболевания коронавирусом. Собственно говоря, в отношении любого вируса, любого, даже, казалось бы, ну там такого, как корь или ветрянка, которым, казалось бы, теоретически болеют один раз в жизни, тем не менее фиксируются случаи повторного заболевания. То есть, скорее всего, повторное заболевание это какая-то индивидуальная особенность, индивидуальные или генетические дефекты системы иммунитета, но в целом, в целом повторное заболевание это редкость и не имеет такого же огромного значения. Понимаете, какая ситуация? Что когда на сегодня мы уже имеем возможность анализировать 14,5 миллионов случаев заболевания, то совершенно становится очевидно, что не представляет из себя повторное заболевание сколько-нибудь значимую медицинскую проблему. И на самом деле эти случаи повторных заболеваний сплошь рядом ошибки тестирования, то есть нюансы обследования, а не характеристика, собственно, болезни. И еще одна такая глобальная информация, тема, которая всех волнует, это тема домашних животных. То есть доказано, что домашние животные в редких случаях могут заразиться от людей, от людей, но нет серьезной информации о том, что кошки, собаки могут заразить своих владельцев. То есть, да, мы опасны для зверей, но звери не опасны для нас. Еще новости. Опять-таки, все время приходится попадать в ситуацию, когда говорят, доктор, вы же нам раньше рассказывали вот такое, а теперь говорите противоположное. Собственно говоря, я как они, они говорят ученые, я же не ученый, я только перевожу на русский язык то, что вам рассказывают, или то, что печатают и рассказывают всему миру, а я делюсь с вами. Так вот, новое исследование в Массачусетсе и в Бостоне, огромное, много народу, они не нашли никаких доказательств, что определенная группа крови увеличивает или уменьшает риск тяжелой коронавирусной инфекции. То есть, тем не менее, что они обнаружили, что есть связь группы крови и большая вероятность положительного теста на коронавирус. То есть, группы крови третья и четвертая, третья и четвертая, с положительным резусом, они чаще дают положительный результат. А люди с группой крови первой, 1-0, вот они реже дают положительные тесты. Собственно говоря, это проблемы возможного тестирования, но факт остается фактом. Главное, какой бы у вас ни была группа крови, все равно надо быть осторожным. Очень интересная информация, вот мне лично эта идея вообще очень понравилась, касается массового контроля, выявления больных. Сейчас самым таким распространенным методом массового контроля является измерение температуры. Ну, всем меряют, все с этим сталкиваются, но тем не менее, все прекрасно понимают, что эта эффективность является крайне сомнительным. Ну, во-первых, огромное количество бессимптомных больных, больных с легкими формами, с нормальной температурой. Опять-таки, если человеку куда-то надо двигаться, а у него температура, он наглотается парацетамола и бупрофена и пойдет туда. Опять-таки, не коронавирус же единственная болячка. У человека может быть повышенная температура из-за любого другого вируса, а он попадает в очень сложную ситуацию, когда на входе в какой-нибудь магазин у него обнаруживают температуру. Тем не менее, в лаборатории клиники МИО обращено внимание на то, что отсутствие способности распознавать запахи является более ранним симптомом коронавирусной инфекции, чем повышение температуры. То есть, если бы человеку давать понюхать нечто, что должно пахнуть, и он этот запах не распознает, то это более эффективный способ массового тестирования. Вот они, какую они статистику приводят, что люди, инфицированные коронавирусом, в 27 раз чаще, чем неинфицированные люди, теряли обоняние. Вот вдумайтесь, вероятность того, что человек не ощущает запахи при инфицировании коронавирусом, выше в 27 раз. Тем не менее, смотрите, люди, эти люди, только в 2,5 раза чаще, чем неинфицированные, имели лихорадку. То есть, вот я еще раз повторю, насколько это интересно. Вот у вас коронавирус, вероятность того, что у вас повышенная температура в начале болезни, выше по сравнению с нормальным здоровым человеком в 2,5 раза. А вероятность того, что вы не различаете запахи, выше в 27 раз. Неудивительно, что именно тест на способность ощущать запахи является намного более достоверным, ну в 10 раз более достоверным, чем массовое измерение температуры. Новое исследование, которое проведено CDC в США, показало, что более половины пациентов с коронавирусом не смогли идентифицировать человека, от которого они заразились. То есть, вот они не помнят, чтобы рядом с ними кто-то кашлял, кто-то чихал, кто-то там был с температурой. Вот очень интересная информация, доказывающая о том, что мы встречаемся с инфекцией непонятно где, непонятно как. И что это, скорее всего, транспорт, это, скорее всего, некие общественные места. Потому что, если источник заболевания постоянно рядом с вами, то есть он понятный член семьи или сотрудник, то вы, как правило, можете сказать, да, рядом со мной был кто-то больной. Вот еще одна очень интересная информация. Это раз из Норвегии. Они, похоже, провели первое достаточно серьезное исследование. Они сопоставили две группы людей, примерно молодых одного возраста. Одни ходили в тренажерный зал, другие не ходили в тренажерный зал. Они не обнаружили, не обнаружили, что посещение тренажерного зала увеличивает риск заражения коронавирусом. Но они подчеркивают, что бары, рестораны – это совсем другая история. Многие на это сейчас обращают внимание. Вообще, бары – это такое уникальное сочетание факторов риска. Небольшие помещения, тесно расположены всякие столики. Плохая вентиляция, очень громкая музыка. Естественно, люди орут и приближаются друг к другу. Ну и там вообще всякое можно. Там куча дыма и так далее. То есть способности заразиться огромные. Поэтому всем советуют, во-первых, переносить свою деятельность на свежий воздух. А во-вторых, музыку потише включать. У многих пациентов – это тоже такая очень достаточно грустная информация. Многих – это от двух третей или даже до трех четвертей. Которые прошли через палаты интенсивной терапии. Возникает так называемый больничный делирий. Это кошмары галлюцинации. Он может приобретать две формы. Гиперактивный, который вызывает там очень часто параноидальные галлюцинации. Даже попытки самоубийства. И гипоактивный, когда спутанность сознания, вялость и так далее. Но, что очень важно, что именно палата интенсивной терапии – это сочетание очень серьезных факторов, влияющих на психику. Ну, фактически идеально. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, которые требуют использования тяжелых препаратов, серьезных для наркоза. Это плохой сон. Это дефицит кислорода. Это минимальное вообще социальное взаимодействие. Неудивительно, что проблемы с психикой возникают, вдумайтесь, от двух третей до трех четвертей всех пациентов, которые попадают в палаты интенсивной терапии. Еще один факт, который опять-таки противоречит тому, о чем мы обсуждали там с самого начала. Вот я напомню, как только появилась вообще информация о коронавирусе, стали рассказывать, что это болезнь, которая передается главным образом воздушно-капельным путем. Потом стали рассказывать о том, что чуть ли не уникальная особенность коронавируса в том, что для него особо актуален контактный путь передачи. Поэтому мыть руки, поэтому протирать поверхности, поэтому там придумали ходить в перчатках. Но вот недавное исследование, очень серьезное CDC, они заявили все-таки, что поверхности это далеко не главное направление в распространении коронавируса. Скажем так, вторичное, что количество людей, которые все-таки заражаются, взявшись за руку, а потом почесав глаз, относительно невелико. Ну просто количество таких людей несопоставимо по сравнению с теми, на кого накашляли. И что теперь очень важно, что более почти 240 ученых из 32 стран обратились к Семирной организации здравоохранения с просьбой пересмотреть рекомендации про воздушно-капельный путь. Поскольку аэрозольная передача вируса, воздушная передача вируса в помещении надо воспринимать намного более серьезно. Теперь перевожу на понятный язык, чтобы вы поняли, о чем идет речь. То есть, ранее мы рассматривали воздушно-капельный путь передачи. Вот есть больной, вот есть здоровый, вот мы кашлянули, вот мы заразились. Оказывается, все-таки, то, на чем настаивают ученые, что если в помещении нет интенсивного воздухообмена, то для того, чтобы заразиться, совсем не обязательно наличие пациента рядом больного. То есть, вы можете накашлять в этой комнате, уйти, а воздушная передача, то есть, вирус выживает в воздухе достаточно долго, и мы можем заразиться. То есть, это лишний раз подчеркивает, что воздухообмен это ключевой фактор профилактики. Что мы можем мыть руки, мы можем держаться друг от друга подальше, мы можем носить маски, но без воздухообмена ничего у нас не получится, потому что этот путь передачи очень важен. И, кстати, таки, да, ВОЗ изменила свои рекомендации. И, опять-таки, очень активно рекомендуют всем организовать всегда, где только можно, интенсивный воздухообмен. Интересная новость из Австралии. Они разработали тест, который может определять коронавирус за 20 минут. Пока что такого еще нигде в мире нет. Интересная информация об интерфероне. Низкий уровень интерферона в крови, который можно определять с помощью лабораторных исследований, резко увеличивает вероятность развития тяжелого заболевания. При этом низкий уровень интерферона в плазме можно обнаружить значительно раньше, чем пациенту станет плохо, чем он действительно будет уже нуждаться в интенсивной терапии. Очень важное исследование в Сингапуре подтверждает тот факт, что иммунные клетки могут распознать коронавирус спустя годы. То есть все время мы говорим о том, сохраняются антитела, не сохраняются антитела, как долго сохраняются антитела. Так вот, исследователи из Сингапура проанализировали не просто наличие антител, а наличие клеток памяти. Ну, так сказать, Т-клетки и Б-клетки иммунитета, которые запоминают вирус и вызывают иммунный ответ. То есть суть. После того, как организм контактирует с вирусом, образуются антитела. Антитела циркулируют в крови, профилактируют повторное заражение. Но антитела в крови могут не обнаруживаться. Но клетки иммунной системы запоминают, каким должно быть антитела. И при последующем контакте с вирусом на производство антител нужно не 5 дней, а достаточно суток. Таким образом, нельзя сейчас прогнозировать или особо пугаться того, что не обнаруживаются антитела или вакцинация не приводит к высокому уровню антител. И что, дескать, мы все помрем. Нет. Клетки иммунной системы способны запоминать информацию о коронавирусе. Это подтверждают исследования пациентов, которые перенесли SARS и MERS. Это, соответственно, 2003 год, 2009 год. То есть люди, перенесшие в 2003 и 2009 году коронавирусную инфекцию тяжелую, на сегодня имеют клетки памяти, которые способны мгновенно отреагировать на повторное инфицирование. И это очень-очень-очень важно. Далее. Специальная информация для молодежи. Исследования более чем 8 тысяч участников в возрасте от 18 до 25 лет были проанализированы факторы риска среди молодежи. Какие факторы отмечены? Диабет, болезни сердца, проблемы с иммунной системой, курение, плохо контролируемый ВИЧ-инфекция. При этом, теперь обращаю внимание, самым значимым фактором риска для молодого человека является курение. В целом оказалось, что 32% опрошенных людей, то есть 32% молодых людей с точки зрения медицины потенциально могут заболеть средней или тяжелой формой коронавирусной инфекции. Но среди некурящих таких только 16%. Ну и еще как бы вишенка на тортике. Оказалось, что пандемия коронавируса влияет на сексуальную жизнь. Это американцы проводили исследования. И что влияние очень сильно зависит от ваших политических пристрастий. Оказалось, что либералы значительно чаще, чем консерваторы, сообщают о спаде в своей сексуальной жизни. Вот и живите с этим. Серега, ты что засуетился? Ты консерватор или либерал? Ну подумай, доложишь потом. А у нас стих. Итак, полгода при короне. Давно в печенках карнавал. Мы попривыкли к обороне, но вирус тоже не зевал. Пока мы возимся с прививкой. Мутировал из-под тишка. А там, где лазит Трамп наживкой, валяет вовсе дурака. И тьму перекосил народа. А че, живем ведь одного. Когда не варит голова, свобода, значит всем свобода. Даешь и вирусу права. Жаль он не всех. Кому на нары пора, хватает за бока. Уже болеет Болсонару. А кто похуже? Нет пока. Но, впрочем, вирус скачет бойко. Он не щадит и силы зла. Увы, иммунная прослойка на удивление мала. Хоть вирусы, как сарацины, шалят. И ужас в души врос. Хоть будет толк ли от вакцины. Увы, пока еще вопрос. И тут, и там вакцина и бредя. Интриги вкруг нее плетут. И шкуру этого медведя усердно делят. Там и тут. И все же шансы есть, похоже. И что-то найдено уже. Похожими легенды все же, что польза есть от БЦЖ. Любая подтвердит Сивилла, что убиваться не резон. Есть польза от Ремдесивира. Фурычет дексаметазон. Я, сокращая тары-бары, простой совет произнесу. Пореже посещайте бары. Почаще бегайте в лесу. И повторяйте неустанно за кругом, пробегая круг. Сквозняк, защита и охрана. А свежий воздух, лучший друг. Субтитры подогнал «Симон» Да-да-да-да.